Добрый день! Мы продолжим наше давничное начинание под названием «Философский словарь». И сегодня я хочу поговорить о термине, скорее всего, о термине, а не понятии, потому что понятие настолько расплывчатое. Ну и, естественно, тоже подумать, что под этим термином, какое понятие должны фиксировать, какое понятие обозначает этот термин для меня. Это термин, которого я принципиально избегал всегда. То есть в статьях, в книгах у меня не найти этого термина. И если он там присутствовал, то я писал так, что этот термин слишком многозначен, слишком спекулятивен. Под ним понимают разные люди очень разные и очень часто вставляют либо как совершенно ничего не значащее проходное слово, либо навешивают на него всяких кучи смыслов, значений и чуть ли не представляют его главным термином, главным понятием и как философию вообще жизни. Это термин информация. Информация? Информация. Вот информация. То есть, да, действительно, про информацию я никогда не писал, никогда не использовал в философских рассуждениях термин информация. И на вопрос, а почему вы не говорите о такой важной вещи, как информация, отвечал всегда, что не потребовалось. Но не нашел я того места в философии, где можно было бы использовать этот термин. Тем более, чтобы еще использовать как-то осмысленно для того, чтобы что-то выразить. Потому что я знаю, что стоит только написать слово информация, тут же будет куча, но с разных сторон. Одни скажут, ты не тот имеешь в виду, мы другое имеем в виду, а это вообще не так, а это самое главное, или это вообще не важное. Но в последнее время я несколько раз столкнулся с термином информации. Ну, прежде всего, хочу напомнить, что сейчас я занимаюсь IT-проблемами, я сейчас системный архитектор, системный аналитик, непосредственно работаю в IT-компании и занимаюсь информационными системами. То есть, непосредственно имею дело с информацией в виде ее информационных системах, цифровых системах. И поэтому на этом уровне тоже сталкивался с проблемой информации. И самое главное, это проблема развлечения данных от информации. Сейчас-то их путают. И на философской стороне, на философском штурме, каких-то философских, тоже в последнее время в философских обсуждениях стал термин информации. И решил немного на эту тему подумать, как-то сформулировать для себя все-таки, как бы я использовал термин информация и какое понятие я бы им обозначал. Если мы возьмем словари, то там будет полный разнобой, полный бардак. То есть, и вот, скажем так, найти какое-то слово, какое-то понятие родовое для информации, практически невозможно. То есть, это сообщения какие-то, это данные какие-то, в общем, все что угодно. Вот что такое информация, никто сказать толком не может. Да, я хочу сказать, что вопросы именно теории информации, Шенновское определение, и не буду касаться, то есть, будем касаться все-таки более философских и общих понятий, а не проблему, там, скажем, измерения информации непосредственно в сетях или там в каналах связи. Вот. Значит, расскажу интересный момент, когда я недавно столкнулся именно с понятием информации, с термином информации. Один мой знакомый, архитектор, айтишный архитектор, считающийся серьезным, да, разместил в Фейсбуке какую-то публикацию. Это не, там, даже непонятно про что, публикация, неважно, да, и на этой публикации была картинка, в которой такая традиционная нули, единички, нули, единички, как так, в каком-то перспективе, в какой-то, ну, такая вот красивая заставочка из нулей, единичек. И он написал, что только не перепутайте на картинке данные, а не информация. И тогда я ему задал вопрос, а что должно быть нарисовано на картинке, чтобы мы поняли, что там информация, а не данные. Вот что должно на картинке, вот как я, вот я смотрю одну картинку, да, данные, данные, а, вот, есть информация. Вот, после долгого разговора, значит, он привел картинку из гугла, где были приведены данные по поисковым запросам, и сказал, где здесь информация, вот, в каком месте здесь информация. Говорит, ну как же, здесь же, вот там непонятно, что значит нули, единички, а здесь понятно, что они значат, там есть смысл. Я говорю, ну извините, там по-английски написано. Если это африканец, который не знает английского языка, вообще не знает, что такое гугл, для него, что одна картинка, что другая картинка данные. Просто вот какие-то значки. И потом, я вот, откуда вы знаете, что вот эту вот картинку, где нули, единички, что она сама не является каким-то кодовым словом, которое кому-то, какому-то разведчику, что вот во второй строке там что-то зашифровано. И тот, взяв какой-то шифр, проверив все, и получит информацию. Ну, типа, цветок в окне, да? Вот. То есть, почему, как вы решили, вот, что здесь есть данные, а здесь информация? Ну, в конечном итоге ни к чему не пришли. Он дал свое определение информации, что информация это структурированные данные, содержащие смысл. Смысл, понять, что такое смысл, было сложно, то есть, и вообще не очень понятно, что такое смысл в IT. И, опять же, где этот смысл, если он утверждает, что на картинке есть информация, где этот смысл, где показать мне пальцем, где смысл, как я могу отличить наличие смысла вот в какой-то картинке. Вот. Еще раз столкнувшись на ФШ с интересным человеком, который рассуждает об информации, правда, разговора не получился, потому что у него слишком какие-то очень строгие, выверенные представления, и шаг в сторону, и расстрел не может, да? Не может, как бы, ничего объяснить толком, да? Держит за свое, и все. Но, по крайней мере, в общем пришли, и я пришел, и несколько людей пришли к мнению, что, по сути, в данных никогда нет информации. И самая большая ошибка, когда люди путают информацию с чем-то другим, они путают ее с данными. То есть, вот если мы берем винчестер, а, и путают особенно измерение информации. Вот на винчестере 3 гига, там, или 100 гигов информации. Нет, там только данные. Вот я могу одной буквочкой А размножить все дисковое пространство этого винчестера, это будут данные. Или даже туда помещу войну и мир множество раз, да, это будут все равно данные. Потому что для того, чтобы говорить об информации, всегда нужна воспринимающая сторона. Всегда. То есть, наличие чего-то в виде знаковой системы. То есть, данные это множество знаков, структурированные знаки. То есть, мы всегда можем определить, что вот у меня тут что-то написано, это данные. Вот. И, в принципе, я покажу любому, он скажет данные, да. И информация только станет тогда, когда я конкретно, я посмотрю вот на то, что я записал, и скажу, да, вот для меня здесь есть информация. Не в этих значках. Вот. И не информация у меня есть. А я бы дал такое определение информации. Это значимые данные. Информация – это значимые данные. Это вот четкое, однозначное определение. То есть, если есть кто-то, для кого-то эти данные значат, значит, вот эта вот значимость, информативность здесь и сейчас, она является информацией. Нет информации в состоянии системы. Вот есть приемник, в нем информации нет никакой. Есть передатчик, там тоже нет никакой информации. Есть канал связи, по которому передаются какие-то данные. Там тоже нет никакой информации. Нет никакой информации. Там просто данные. Но вот если есть... Давайте даже прямо попытаемся нарисовать. Есть канал связи. Там какие-то данные идут. Все данные. Есть приемник, который находится в состоянии S. Есть передатчик или источник, ну ладно, пускай передатчик, который тоже находится в каком-то состоянии S. Ни в самом канале нет информации. Ни в состоянии передатчика источника нет никакой информации. Ни в состоянии приемника нет никакой информации. Но если в некий момент времени происходит событие, при поступлении некоторого набора данных система переходит в состояние S', то есть данные послужили основанием или причиной перехода приемника в принимающую систему или просто любой системе в другое состояние, мы говорим, что вот в этот момент, вот в этом событии есть информация. Данные были значимы. Вот значимые данные, и вот когда они что-то значат, обозначают что-то данные, вот в тот момент они являются информацией. Дальше система осталась в состоянии S', уже никакой информации нет. В самой состоянии системы, ни S1, ни S', нет никакой информации. Никакой информации нет ни в данных. Но если данные послужили основанием значимы для изменения состояния, значит тут проскочила информация. По сути, что это означает? Что если я иду-иду по улице, вокруг меня данные, 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 и вдруг я вижу некую вывеску. А ох, мне нужно зайти в магазин. Вот это информация. Информация была в тот момент, когда я изменил свое состояние при поступлении каких-то данных. Это может быть слово магазина или еще что-то, как только, некие знаки. И здесь нужно почему говорить о данных, а не просто о изменении состояния, потому что может камень прилететь, я могу изменить свое состояние. Но это не информационная ситуация. Информационная ситуация, когда нет физического воздействия, нет никакой передачи энергии, нет никакого внешнего причинного, физического, да, именно энергетического воздействия. А есть некий знак, или множество знаков, система знаков, и мое состояние, как приемника этих данных, меняется под воздействием этих данных. И это информационная ситуация. Тогда возникает информация. Ну и на этом конце... Обычно это называется управляющая воздействие или команда, так сказать. Как это называется в конкретном техническом решении, там по-разному называется. Я говорю теоретически, что такое информация. Естественно, естественно, все управляют. Вы говорили тот пример, что если вот то, что нарисовано передачей канал-связи приемника, поступил какой-то набор данных, и система перешла в другое состояние, значит поступило какое-то под действие. Конечно. Но до этого же тоже мог идти какой-то, какой угодно набор данных. Мог идти, но если система не изменила. То есть если система... А если управляющая воздействие, а то... Нет, ну, Александр, здесь же вопрос... Я выразил свое... Да, все правильно. В терминах технической системы это так звучит. Нас интересует, как это будет звучать с точки зрения теории, скажем, теории информации, даже, скажем, философской. Сейчас мы вернемся к философии. Ну и аналогично здесь. То есть если здесь информация, информационная ситуация, информационный факт, это изменение состояния системы при поступлении некоторых данных, то информационное состояние в источнике, в передаче, когда в неких данных было зафиксировано состояние. Здесь не происходит изменения состояния. То есть есть некое состояние. И вот если мы некую структуру данных сопоставим этому состоянию, вот это информационный акт. Информация возникает, не возникает в смысле, а проявляется. И она не возникает, не пропадает, не передается. То есть информация проявляется в значимости. Вот если некий фрагмент данных означает фиксацию некого состояния системы, вот он зафиксировал, то тогда в информационной ситуации здесь возникает информация. Ну и, скажем, я записал некое слово, или в дневнике что-то написал, на завтра я прочитал. То есть я закрепил свое состояние, вот, и я, это не обязательно, что кому-то эти данные должны быть переданы. Главное, чтобы даже я просто мог перейти в состояние, прочитав вот эти знаки, на завтра. Когда уже перейду, я буду в состоянии, скажем, S' каком-то, но, прочитав вчерашние знаки, я перейду в состояние S. То есть информационная ситуация. Либо я кодирую данные, информационная ситуация, либо я изменяю свое состояние при получении данных. И теперь стало понятно, почему все-таки я, ну, мне само стало понятно, почему я не использовал термин информации, понятие информации в философии. Потому что он абсолютно заменяется понятиями, терминами, значением, знак, слово, значением. То есть достаточно в философии оперировать знак слова и значение, знак слова значения, которого означает понятие. То есть информационная ситуация там получается всегда, каждый раз, когда мы говорим о значении, но вам не зачем упоминать, что это информация. То есть просто нет, скажем, полностью все, что можно сказать в философии информации, можно выразить фразой значения слова. Или значение, может быть, значение события. То есть, скажем так, что когда я в субъектной антологии воспринимаю некий объект, по сути, это тоже информационная ситуация. Но тут мы говорим, что мне дан объект, все, мне не нужно говорить, что некая информация поступила, еще что-то. То есть это уже как способ реализации. А с точки зрения философии, не касаясь каких-то реализаций физиологических, нейрофизиологических, то есть там информация схлопывается, там нет информационной ситуации как таковой. Есть только либо данность, либо значимость. Если я говорю о лингвистической стороне, то есть слова или знаки или символы, они значат. Если я говорю просто о объектах, они различены и даны. И вот этим исчерпывается все, что можно было бы сказать в философии с употреблением слова информация. То есть оно просто не нужно мне, оказалось. И именно когда я получил вот это определение, что информация это значимые данные, значимые данные, то этим как бы стало понятно, что значимые данные для философии незначимы. Особо вот так нет необходимости их выделять и что-то о них говорить специально. То есть что вы хотите сказать, что в принципе, если, ну к примеру, там вы открыли одну книжку, там я открыл одну книжку, да, то для вас может быть открыта эта книжка, там какой-то шум, да, а для меня это может быть информация, да? Да, конечно. В самой книге нет никаких информации, только данные. Информация возникает в момент значимого восприятия. То когда для вас что-то значимо, вот когда даже, скажем, минимально значимо, вы узнали некое слово. О, в книжке написано слово «дом». Вот. И даже это, ну минимально, то есть сам факт, то, что вы вызвали в памяти понятие «дом», это уже изменение состояния вашего. Вот. Если я смотрю на этот набор знаков, и у меня ничего не меняется во мне, ничего, то есть я не узнаю ничего, там, мне без разницы, что там, это просто данные для меня, это не информация. Информация возникает, то есть если мы говорим о книге, то информационная ситуация, именно вот там, где можем мы говорить о некой значимости данных, она возникает при написании книги. То есть у меня, у Толстого есть некое состояние, в котором он находится, и он это состояние фиксирует в наборе знаков. Вот. Это одно информационное состояние. Либо камера снимает изображение, как-то перекодирует, и то состояние, которое воспринимается на объективе, это изменяющееся некое состояние, оно фиксируется в данных. Но в самих данных информации нет никаких. Вот при кодировании и раскодировании только появляется информация. И она всегда связана с каким-то субъектом. То есть невозможно говорить о наличии информации, если ты не указал, а для кого значимы эти данные. Информация всегда для кого-то значимы эти данные. Имеющие значения, информативность возникает именно вот, для кого кто изменил состояние. Вот три человека сидят, на экране крутятся какие-то данные, все хладнокровные, а один, друг, оп! Для него была информация, остальных нет информации. И именно информация, здесь неправильно говорить, что информация передавалась, информация принималась, информация, как Вики посмотрел, информация слуховая, визуальная и прочее, это все данные. Это все данные. То есть 99%, когда мы говорим об информации, мы имеем в виду данные. То, что передается, то, что записывается, имеет какую-то специфику, там данные в виде слов, данные в виде цвета, данные в виде станции, там любые. А информация это про изменение состояния системы при восприятии значимых данных. Информация это значимые данные. А само слово информация откуда разделывается? Сообщение, латинское. Information? Нет, 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 латинское сообщение, сведение, сообщение, сведение. То есть они, значит, изначальный корень, это данные? Нет, данные, все-таки, когда я говорю данные, все-таки это более широкое понятие, это любые структурированные знаки. И не структурированные. Вот этот вопрос, да, этот вопрос, сегодня я еще тоже думал, все-таки структурированные или не структурированные. Здесь вопрос такой, что если есть набор слов, и я могу их переставить как угодно, перемешать, или там, скажем, каких-то значков, засунуть их в бандю, там, переводить, это над данными не будет. Все-таки данные, когда есть некая структура знаков. Либо один знак, это тоже структура, да, вот один знак может быть данными. Либо много знаков, но они все-таки имеют какую-то структуру. Потому что здесь мы не можем... То есть от данных мы когда говорим, вот данные экспедиции, там, данные экспериментов физических, еще какие-то данные, то есть мы подразумеваем, что оно сохраняет что-то, какую-то структуру при передаче. Если оно не сохраняет свою структуру, то это не данные, это просто, ну, просто набор какой-то, это чего-то, непонятно чего. То есть данные всегда... То есть когда мы говорим о линиях связи, и мы говорим не об информации, а об данных, и теория каналов связи, она занимается именно сохранением структуры данных при передаче. То есть мы должны гарантировать, что структура данных, что они не поменяются нолики-единички местами, что там не обрежутся какие-то пики. Вот все это занимается теорией передачи данных, но это про данные. Потому что если речь идет о просто наборе, то этой проблемы нет даже передачи данных. Там нечего передавать. Именно передается структура данных, структура значков. То есть есть некие знаки, которые могут что-то быть значимыми, быть значимыми. Или структура, которая тоже может быть значимой. Если там шум, он по определению не может быть значимым. Из него информации не извлечь, потому что там нет структуры, которую можно было бы воспринять как информацию. А информация всегда либо на стороне источника, либо на стороне приемника. В других местах нет нигде. Шум же это тоже данные? Нет, не данные. Вы слышите шум, а я не слышу. Нет, имеется в виду шум, белый шум в канале связи. Не то, что шум. То есть если какой-то шум, соседи шумят, они тоже могут быть информацией, если я это воспринимаю. То есть кто-то сидит, вообще мимо шеи пропускает, для него это данные, а кто-то хватается за голову и бежит, потому что он услышал в этом шуме, что кто-то сглубился головой, и там нужно спасать. То есть это информация. То есть если я изменил свое состояние при поступлении каких-то данных, это информационная ситуация. То есть информация нужно говорить именно как о значении. Что для меня это значит? Вот значит, в данный конкретный момент это значит вот это. Вот это и есть информация. Все. Завтра, ой, через секунду будет другое значимо. Это будет другая информация. Но нет такого, что мы накапливаем информацию, мы данные складываем. То есть я могу какое-то значимое для себя слово записать, чтобы запомнить, но записано это будут данные, а не информация осталась. Опять, когда я в следующий раз посмотрю на него, вот тогда будет информационная ситуация. Правильнее говорить не о наличии информации, а о информационной ситуации, в которой что-то значимое, в которой есть субъект, в которой есть данные и есть значения. Вот треугольник, можно Фреге говорить, есть значения, есть данные и информационная ситуация, и приемник. А вот определение информации через энтропию? Ну да, да, да. Значит, смотрите, все эти определения Шеновская и другие, они все-таки, на мой взгляд, не про информацию, а про данные. Они про данные, то есть они про каналы связи. И единственное, что там про информацию, это, ну скажем так, по анализу данных, по анализу данных, мы можем предположить, сколько информационных ситуаций в них может быть. Но, скажем, если это один символ, ну ты хоть тресни, ты из него не извлечешь множество информационных ситуаций. А если это война и мир, то там твоих изменений, состояний, пока ты будешь принимать эти данные, может быть много. Поэтому связь структуры данных и объема данных, которые анализируются при изучении сигналов и данных поступающих, есть с информацией, но не прямая. То есть мы не можем никогда по анализу данных судить, есть ли там, то есть могут ли эти данные вызвать информационное состояние, информационную ситуацию или не могут. Мы не можем это сказать, потому что мы не знаем, ну скажем так, если мы заведомо знаем, что есть приемник, у которого состояние настроено на эти данные, есть передатчик, который передает, и что при поступлении как управляющий сигнал, вот Александр говорили, они обязательно переведут, тогда мы можем это говорить. Но для этого нужно знать не данные, а нужно знать матрицы, по которым шифровались, ну не шифровались, то есть модулировались эти данные, да, и структурировались эти данные, и знать, что есть приемник, у которого есть тоже какой-то матрица, какой-то шаблон, какая-то модель, которая позволит при поступлении вот этих данных перевести в другое состояние систему. Ну вот вы били понятие информационное значение, да? Нет, не информационное значение, значение информации, это значение, это значимость, информационность, это значимость. Ну да, значит, а вот тогда управляющие воздействия... Ну да, это есть, значит, да, все правильно, конечно, да, конечно, то же самое, такой частный случай. Ну, частный случай, то есть мы не можем сказать, что книга, когда мы ее читаем и меняем свое состояние, что это управление. Хотя в некоторых случаях НЛП и прочее там это тоже, то есть управление, информационная ситуация при управлении, а она характеризуется тем, что есть замысел, умысел и специально посланный сигнал, скажем, с чем на управление. То есть не все данные есть сигнал. Есть данные, которые не являются сигналом, а сигнал это тогда, когда источник сигнала целенаправленно направляет данные с целью изменить состояние приемника. Вот тогда есть управление и тогда есть сигнал. В общем случае у нас есть данные и нет управления, а есть просто возможность осуществить информационную ситуацию на данном объеме данных для некоторой системы. При этом еще и нет гарантии, что, скажем, на следующий день эта же система на этом объеме данных берет в другое состояние, у нее будет другая значимая информация. То есть вполне возможно, то есть мы никогда не вступаем в одну и ту же реку, то есть прочитав одну и ту же книгу через некоторое время, мы не получим те же информационные состояния, то есть ситуации, а можем что-то, что нас очень тронуло в первом прочтении, в втором мы можем просто пролистать. А наоборот, что-то другое тронуло, что изменило нас, что информационно стало для нас. Поэтому нет никакой однозначной соответствия между данными информации, между системой и информацией, а она ситуационно появляется при стыке данных и системы, в момент, когда система реагирует на данные и изменяет свое состояние. Вот эта информационная ситуация. То есть значимость меняется? Конечно, конечно, конечно. То есть ничего не понятно по самим данным, что они значат. Ну кроме редких случаев, когда есть, скажем, какой-то консенсус, что красный свет светофора значит то-то. И все знают с детства, то есть есть случаи информационные однозначные, которые определены, этот знак зафиксирован, или там знаки дорожного движения, и множество знаков, там, когда я вижу букву А, я произношу А. Честно говоря, нет правила. Да, да, есть правила. Но в целом это, если мы, скажем, переводим сюда человека из другой культуры, вот, или другого языка, для него это ноль. Для нас это знак красного светофора, и знак при загорании этих данных, светофор загорелся, мы переходим, получаем информационную ситуацию, для нас это что-то значит, значимо, да, и мы переходим улицу, изменили свое состояние. Если дикарь увидит, то для него это ничего, это, во-первых, и не знак, и нет информационной ситуации, и он не изменит состояние. Он как шел, горит красный, но так и пойдет. Вот, то есть информационная ситуация, это вполне конкретный случай, и вот только в этом, на мой взгляд, вот, на мой взгляд, только вот в этом смысле можно говорить об информации. Ну, то есть, если, допустим, книжка, да, вот я сегодня взял книгу, да, там, стал ее читать, да, завтра там тоже что-то взял, стал читать, это что значит, книга, передача информации, да? Нет, это носитель данных, это данные, носитель данных, книги данные, вот, передатчиком или источником, то есть, откуда взялось, был автор. У автора набралось огромное количество внутренних состояний, огромное количество внутренних состояний. И он их зафиксировал. При этом, не факт, что хоть кто-то глазом поведет, прочитав, вот, что это будет информационно, хоть как-то информативно. То есть, это, может быть, не имеет значения ни для кого. Если этого ни для кого не имеет значения, значит, никто не изменил свое состояние прочтения этих данных, значит, ни для кого там и нет информации никакой. Там и нет информации никак, вообще, и не возникла информация, информационная ситуация не возникла. Вот так нужно говорить. Но если я каждый день беру эту книгу, допустим, там на той же странице, это что значит? Каждый день меняется значимость этой информации? Да, значимость, конечно, меняется. То есть, если вы... Значимость данных. Значимость данных, да, меняется, потому что, скажем, первый раз вы восхитились, второй раз задумались, третий раз смыкнули, а четвертый раз вообще прочитали механически, думали, какая-то ерунда. Или вообще ничего не подумали. То есть, это значит, что информация, информационная ситуация разная, и в какой-то конечный момент она вообще не возникла, информационная ситуация. А данные остались те же самые. Вы, как система, остались те же самые, но, вернее, как? Изменилась система, да, то есть вы изменились. То есть, ваше состояние перешло в состояние, вот до первого чтения у вас было состояние S, потом пришло S шрих, S штрих, S штрих штриха, и в состоянии в S4 штриха на какой-то там день, вы уже не можете ни в какое состояние вернуться ни в предыдущее, ни в следующее, она вас больше не возбуждает, типа. Ну, нет информационной ситуации при восприятии этих данных. И нет информации никакой. А то, что вы запомнили этот текст, это вы запомнили не информацию, запомнили данные. То есть, вы можете взять и воспроизвести эти данные совершенно механически. То есть, в памяти хранится не информация, это уже данные, только данные. Информация вообще нигде не хранится, нигде не передается, нигде не возникает. Ну, в смысле, и даже не возникает. Ну, вот, ну, как можно сказать вот значимости? Вот для меня что-то значимое. Это что? Я это могу хранить? Нет. Я могу передать эту значимость кому-то? Нет. Что я могу сделать за значимостью? Я ничего. Вот это значимо для меня и все. Вот единственное, что я могу сказать о значимости. Я не могу с ней поделиться. Если я хочу поделиться значимостью, я беру, начинаю писать для меня значимое какое-то, мои эмоции, чувства, я написал стихотворение и предложил, на, читайте. Но это не будет мое состояние. Человек прочитает эти данные, берет свое состояние. У него будет своя значимость. Наши значимости никак не могут вообще не пересекаться. Я мог писать про светлое и доброе, про мир и счастье, а человек прочитает про любовь. Или про войну. Или, ну, это же, конечно, редкий случай, когда совсем так уж. Хотя бывает с точностью наоборот читают. Если это касается философии, там действительно бывает с точностью наоборот читают. Все. На этом заканчиваем.